чтобы собрать цветочную пыльцу мы устанавливаем пыльцо ловители перед летком он представляет из себя пластину с круглыми отверстиями диаметром четыре с половиной пять миллиметров пчела возвращаясь домой с пыльцой проходя через эти круглые отверстия большие зерна и пыльцы роняет в лоток который установлен ниже а средний и маленький проносит собой закладывает их в ячейке сад далее уже вечернее время мы начинаем собирать сладко всю цветочную пыльцу за один раз рабочая пчела приносит воли до 20 миллиграмм пыльцы за день она делает в среднем 10 вылетов и приносит 200 миллиграмм пыльцы чтобы собрать один килограмм обножки пчела должна сделать не менее 50 тысяч вылетов за день одна пчелиная семья заготавливает около одного килограмма пыльцы а за весь сезон до 50 килограмм воли пыльца перекладывается восковые ячейки примерно на две трети затем пыльцу утрамбовывают молодые пчелы ударами головы другие пчелы заливают ее сверху медом под воздействием ферментов слюны пчел и меда в ней происходят химические реакции каждая ячейка похожа на миниатюрную силосную башню благодаря молочному брожению образуется повышенное количество молочной кислоты а постепенно цветочная пульса превращается в пиргу что является очень важным и необходимым кормом для пчел изначально пыльца идет очень мягкой с высокой влажностью если же ее не просушить оставить такую какая она есть начальной форме то может завестись плесенью в общем долго такая пыльца не проживет вот хранить такую пыльцу можно только в холодильнике это очень короткий срок для того чтобы пыльца очень могла дольше храниться мы специальном шкафу в духовом ее сушим при определенной температуре после того как цветочная пыльца высушена надлежащим образом ее можно хранить течение года и принимать нужно по 1-2 чайные ложки за полчаса до еды если давление повышено если же давление пониженное то одну-две чайные ложки после еды